Первая тема опыт лечения пациентов с COVID-19, доказательные подходы и поиск новых решений. У нас на связи Сергей Александрович Дубров, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца, президент ассоциации анестезиологов Украины. Сергей Александрович, пожалуйста, вам слово, ваш первый доклад. И снова добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно и позвольте перейти уже непосредственно к нашим научным заседаниям и представить вашему вниманию сообщение, касающееся опыта лечения пациентов с COVID-19, доказательные подходы и поиск новых решений. Действительно, на сегодняшний день уже накоплен огромный опыт ведения пациентов с COVID-19 во всем мире, но опять-таки продолжается поиск новых, более эффективных методов лечения пациентов с коронавирусной болезнью. На сегодняшний день в мире зарегистрировано около 3000 клинических исследований, целью которых является изучить новые методы, новые способы лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Что же такое COVID-19? Юрий Иванович во втором вступительном слове уже немножко коснулся SARS-CoV-2, эпидемии, которая задела весь мир в 2002-2004 году. Действительно, вирус SARS-CoV-2, который является причиной коронавирусной болезни, он очень похож по своей структуре на вирус SARS-CoV. На 70% последовательность РНК между SARS-CoV-2 и SARS-CoV совпадает. И тогда, в период 2002-2004 годов, эпидемия охватила 37 стран мира, заболело более 8000 человек, умерло 774 человека, летальность составляла около 10%. Также вирус SARS-CoV-2 очень схож по своей структуре с вирусом МЕРС, Middle East Respiratory Syndrome, такое было заболевание, которое диагностировалось преимущественно в странах Саудовской Аравии. Более 82% заболевших было именно из Саудовской Аравии. Заболело 858 человек, но вы посмотрите на уровень летальности. Летальность составляла 34%, более третьих пациентов умерло. И действительно, появление новой болезни, вызванной коронавирусом, рода бета-коронавируса, в конце 2019 года в определенной мере послужило причиной для паники, оценивая уровень летальности от SARS и от МЕРС. И вот первые рентгенограммы, первые компьютерные томограммы пациентов из государственного госпиталя города Ухань, откуда и началась пандемия COVID-19. Специфические для вирусной инфекции, двухсторонние инфильтративные изменения и на рентгенограмме органов грудной полости, и при проведении компьютерной томограммы. Здесь вы видите снимки, это снимки пациентов отделения интенсивной терапии 17-й больницы, в которой я работаю. Все пациенты с тяжелым течением, с крайне тяжелым течением имеют приблизительно схожую картину. Тотальные двусторонние полисегментарные изменения на рентгенограмме органов грудной полости, выраженные изменения на компьютерной томограмме. И действительно, наиболее частым осложнением при коронавирусной болезни, при тяжелом ее течении, являются осложнения со стороны нижних дыхательных путей, проявляющиеся в виде, наверное, правильно было бы говорить не пневмонии, а пневмонита. В подавляющем большинстве случаев этот пневмонит двухсторонний полисегментарный. Если посмотреть на сегодняшнюю статистику охвата заболеваемости во всем мире, то видите, вот сегодняшние данные, публикованные в 10 часов 22 минуты сегодняшнего дня, 21 января, количество заболевших людей во всем мире составляет почти 97 миллионов, количество умерших превышает 2 миллиона. Если говорить о ситуации в Украине, то официальная статистика говорит о том, что количество заболевших граждан Украины превышает 1 миллион 200 тысяч заболеваемых, а смертность превышает 22 с половиной тысячи. Мы все прекрасно понимаем, что официальная статистика, конечно же, не объективно отражает реальное количество заболевших, огромное количество пациентов, особенно пациентов с нетяжелым течением, пациентов с легким течением, не обращаются за медицинской помощью, зная или видя у себя симптомы коронавирусной болезни, не обращаются к докторам за помощью. В первой части своего доклада я хотел бы остановиться на доказательных подходах введения пациентов с коронавирусной болезнью. Действительно, если говорить о рекомендациях, протоколах, которые доступны, которые рекомендованы ведущими экспертами или экспертными обществами в мире, то за период более чуть годовой от момента появления коронавирусной болезни протоколы, стандарты и рекомендации довольно существенно менялись. Действительно, взять любую страну, 6-8 изменений или дополнений к протоколам и рекомендациям были. Наиболее важными, наверное, значимыми протоколами для всех стран мира являются протоколы Американского центра по контролю за заболеваемостью CDC, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Если говорить о нормативных документах Министерства здравоохранения Украины, то в первую очередь рабочая группа, отвечающая за создание стандартов и протоколов введения пациентов с COVID-19, сервис на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю за заболеваемостью Соединенных Штатов Америки, а также рекомендации государственных регуляторов здравоохранения развитых стран мира. Если обратиться к нормативной базе в нашей стране, то есть два основных документа, регламентирующие деятельность докторов у пациентов с коронавирусной болезнью. Последняя или крайняя редакция стандарта – это приказ номер 10 от 7 января текущего года 2021 года, который включает критерии диагностики, необходимости госпитализации, общеорганизационные моменты введения пациентов с коронавирусной болезнью, определяет критерии к амбулаторному лечению пациентов с COVID-19 или необходимость госпитализации. В начале весной 2020 года, согласно нормативным документам Министерства здравоохранения Украины, госпитализировали всех пациентов с позитивным тестом полимеразной цепной реакции. На сегодняшний день в Украине критерии для госпитализации – это тяжелое течение коронавирусной болезни или же средне-тяжелое течение коронавирусной болезни у пациентов старших возрастных групп 65+, с наличием факторов риска тяжелого течения. Это и сахарный диабет, это пациенты с иммуносупрессией, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы. Второй нормативный документ, регламентирующий оказание уже непосредственно помощи амбулаторной или стационарной для граждан Украины – это протокол лечения или протокол оказания медицинской помощи для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Крайняя редакция протокола – это приказ 3094 от 31 декабря 2020 года. Если говорить об амбулаторном лечении с точки зрения доказательных подходов, пациенты с коронавирусной болезнью при легкой степени тяжести заболевания, отсутствии затрудненного дыхания, минимум лечения на амбулаторном этапе. Полноценное питание, соответствующая регидратация, симптоматическое лечение, которое заключается в возможности назначения жаропонижающих препаратов при фибрильной температуре, при температуре, превышающей 38,5 градусов, с ограничением доз в протоколе это четко расписано. Пациенты с подтвержденным COVID-19 средне-тяжелым течением также могут находиться на амбулаторном лечении, как я уже говорил, это пациенты возрастом младше 65 лет без наличия сопутствующей патологии. Также при средне-тяжелом течении коронавирусной болезни пациентам на амбулаторном этапе рекомендовано полноценное питание, адекватная регидратация, симптоматическое лечение, жаропонижающее. И четко прописано в протоколе отсутствие необходимости использовать кортокостероидов для тех пациентов, которые не нуждаются в кислородной поддержке. Указано о противопоказании назначения антибактериальных препаратов без обоснованного подтверждения бактериальной коинфекции. А также рекомендована вентиляция в проун-позиции при снижении сатурации. Данный слайд – это рекомендации начальной еще CCDC и Всемирной организации здравоохранения, включающие четыре основных момента или направления ранней поддерживающей терапии у пациентов с тяжелым течением острой респираторной инфекции. Конечно же, на всех этапах при тяжелом течении острой респираторной инфекции стоит кислородотерапия. Целевые показатели насыщения гемоглобина артериальной крови у взрослых пациентов должно превышать 90%. Для беременных женщин этот показатель составляет 92-95%. Очень важный момент – предупреждение ухудшения оксигенации путем применения стратегии рестриктивной инфузионной терапии. Не буду долго останавливаться на инфузионной терапии, поскольку следующий доклад нашего друга, прекрасного ученого, эрудированного спикера и замечательного человека, президента Российской Федерации, анестезиолога-временематолога Константина Михайловича Лебединского будет посвящен непосредственно проведению инфузионной терапии у пациентов с COVID-19. Антибактериальные препараты назначаются лишь в том случае, когда есть обоснованное, лабораторно подтвержденное подозрение на бактериальную инфекцию. Ситуация, которая сложилась с назначением антибактериальных препаратов, она приближается к катастрофической. Такая же ситуация не только в Украине, а и в России, и в развитых странах. Я думаю, что в Узбекистане, наверное, Узбекистан является не исключением. Старт лечения температуры антибактериальными препаратами. Дорогие друзья, мы должны помнить о том, что SARS-CoV-2, коронавирусная болезнь, это вирусное заболевание, которое антибиотиками не лечится. Очень небольшое количество пациентов с коронавирусной болезнью имеет бактериальную инфекцию. По данным наших американских коллег, это не больше 3,5%. То есть подавляющее большинство пациентов с COVID-19 не требует назначения антибактериальных препаратов. И, в принципе, если взять опыт ведения пациентов в лечебном учреждении, в котором работаю я, это 17-я больница города Киева, в COVID-ном корпусе не более 10% пациентов госпитализированных получают антибактериальные препараты. Основой, стартом лечения пациентов с COVID-19 есть оксигенотерапия. Используя различные девайсы для доставки кислорода, это могут быть назальные конюли, простая кислородная маска или кислородная маска с резервуаром или дыхательным мешком, у подавляющего большинства пациентов с COVID-19 с низкой сатурацией менее 90% позволяют достичь целевых показателей насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом, то есть выше 92% без каких-либо дополнительных лечебных методов. Если простые девайсы, назальные конюли, лицевая маска или маска с резервуаров недостаточны для достижения целевых параметров насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом, в этом случае возможно использование неинвазивной вентиляции легких или же использование систем высокопоточной оксигенации, назальные конюли высокого потока, которые позволяют достичь потока или подачи кислорода до 60 литров в минуту. Однако в нашей стране использование систем высокопоточной оксигенации несколько ограничено, учитывая ситуацию, когда в одном лечебном учреждении 3-5-7 пациентов требуют высокопоточной оксигенации, не всегда пропускная способность кислородных систем позволяет обеспечивать данный метод респираторной поддержки, хотя если говорить о одном-двух-трех пациентах, то в принципе метод довольно-таки неплохой. Критерии перехода на искусственную вентиляцию легких. Есть такие ложные убеждения у некоторых наших коллег, в частности терапевтического профиля, что перевод на искусственную вентиляцию легких, интубация, инвазивная вентиляция легких приводят к 100% летальности. На самом деле это не так, и по опыту ряда стран Европы, Великобритании, мы видим, что перевод, интубация, перевод пациента на искусственную вентиляцию легких не являются выруком, извините, забыл украинское слово выруком, не является 100% прогностическим летальным исходом. Порядка 25-27% пациентов, которые были интубированы, которым проводится искусственная вентиляция легких, в Украине удается отлучить от респиратора и выписать. Критерии для перевода на искусственную вентиляцию – это снижение сатурации менее 85%. Один из основных критериев – это нарушение сознания, психомоторное возбуждение, выраженное тахипное, более 45 дыханий в минуту с привлечением вспомогательных мышц, то есть истощение пациента за счет высокой работы дыхания. Крайне важным методом, который относится также к одним из методов доказательной медицины введения пациентов с коронавирусной болезнью является применение пронпозиции или вентиляции в положении на животе. Первые рекомендации и ВОЗ, и CDC говорили о необходимости проведения вентиляции в пронпозишн для пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции. Однако, спустя несколько месяцев, все мы убедились в том, что вентиляция в пронпозишн является эффективным методом повышения насыщения гемоглобина артериальной крови как у пациентов, которые находятся на искусственной инвазивной вентиляции легких, так и у пациентов, которые находятся на самостоятельном дыхании, используя другие девайсы для оксигенотерапии, такие как назальные конюли, неинвазивная вентиляция, или же пациентам, которым используют лицевые маски и маски с резервуара. Если говорить о доказательной базе лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19, это низкая сатурация, меньше 90, выражено это хипноя, более 30 дыхательных движений в минуту. Стационарное лечение поддерживает оптимальную терапию в больничной палате или отделении интенсивной терапии, подразумевает обязательную кислородную поддержку. Пациенты, зависимые от кислорода, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, рекомендации 2 сентября 2020 года, основанные на проведенном исследовании Рекавери, те пациенты нуждаются в применении препаратов группы глюкокортикостероида. Дексаметазон 6 мг один раз в сутки, либо же эквивалент с точки зрения глюкокортикоидного эффекта, это может быть и преднизолон, это может быть гидрокортизон 150 мг в сутки, либо же метилпреднизолон. Довольно большая выборка, в которую вошло более 8000 пациентов. Действительно, невысокие дозы глюкокортикостероидов показали улучшение выживания пациентов с COVID-19, кислородозависимых пациентов, что и послужило включению глюкокортикостероидов в протоколы Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю за заболеваниями Соединенных Штатов Америки. Использование низкомолекулярных гепаринов. В начале пандемии COVID-19 категорически не рекомендовано было использовать глюкокортикостероиды, также не рекомендовано было использовать низкомолекулярные гепарины или нефракционированный гриппорин. Скорее всего, эти рекомендации основывались на опыте пандемии 2009-2010 годов, когда мир столкнулся с пандемией гриппа А, H1N1. И действительно, тогда подавляющее большинство пациентов имели легочные кровотечения, и у тех пациентов антикоагулянты были противопоказаны. Ситуация с COVID-19 прямо противоположная. И результаты утопсий, и опыт украинских докторов, и наших зарубежных коллег показывает, что основной причиной смерти у пациентов с COVID-19 являются тромбозы, прежде всего, это венозные тромбозы, тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии, развитие ишемических инсультов и инфарктов. При присоединении бактериальной флоры, при бактериальной коинфекции, протокол предусматривает назначение антибактериальных препаратов, однако, повторюсь, не всем пациентам госпитализированным, а лишь при подтвержденной бактериальной коинфекции. В украинский протокол преднизолон не входит, хотя, как я уже говорил, ВОЗовские рекомендации включают использование, в том числе, и преднизолона, преднизона. Один из таких препаратов, зарегистрированных в Украине, является препарат Ректодель, тректальные свечи. Более 50 лет препарат на фармацевтическом рынке, используется в том числе в педиатрической практике. Начало исследования данного препарата – это дети с крупом, позитивный эффект. И действительно, на госпитальном этапе, как препарат скорой помощи, учитывая простоту введения данного препарата, данного преднизона, может быть использован на госпитальном этапе до оказания специализированной помощи. COVID-19 и тромбоз. Я уже говорил о том, что основной, или одной из основных причин смерти у пациентов с коронавирусной болезнью является тромбоз. И действительно, целый ряд клинических исследований показывает частоту тромбоза, даже при проведении тромбопрофилактики, используя стандартные дозы низкомолекулярных гепаринов или нефракционированного гепарина, порядка 30-35% пациентов, особенно пациентов с тяжелым и критическим течением, имеют тромбозы. Действительно, Европейская независимая фундация ангиологии и сосудистой медицины 13 сентября прошлого года издала гадлайн по введению пациентов с COVID-19, направленный как раз на профилактику венозного тромбоэмболизма. И подавляющая часть пациентов с коронавирусной болезнью нуждается в применении либо высоких профилактических доз антигагулянтов, либо в некоторых случаях даже лечебных доз низкомолекулярных гепаринов или нефракционированных гепаринов, в чем мы на своем опыте также убедились. И абсолютно все пациенты получают тромбофармакологическую тромбопрофилактику в отделениях интенсивной терапии. Конечно же, если нет противопоказаний, в приказе МОЗ Украины в протоколе четко прописаны противопоказания. Это тромбоцепения, активное продолжающееся кровотечение. Довольно большое количество пациентов с высоким уровнем додимера, с выраженной гиперкоагуляцией. Это порядка 60-70% пациентов в отделении интенсивной терапии находятся на постоянной инфузии гепарина под контролем АЧТВ. На данном слайде приведена схема, алгоритм тромбопрофилактики у госпитализированных пациентов с COVID-19. И вы видите, не буду останавливаться на дозировке, дозы высокие профилактические для всех пациентов. Если говорить для пациентов в отделении интенсивной терапии, то стандартные профилактические дозы увеличены вдвое. Если говорить об аноксоапарине, например, то это 4000 международных единиц не один раз в сутки, а два раза в сутки. У пациентов, которые переводятся на амбулаторный этап, у которых остаются высокие факторы риска развития венозной тромбоэмболии, 4 и более баллов по шкале Каприни, длительность тромбопрофилактики должна составлять не менее 4-6 недель. Это основные пункты, основные позиции, которые имеют доказательную базу, которая четко и жестко рекомендована Всемирной организацией здравоохранения и CDC Соединенных Штатов Америки. А сейчас я хотел бы остановиться на второй части своего доклада. Это поиск новых решений в ведении пациентов с COVID-19, с коронавирусной болезнью. Действительно, поиск оптимальной терапии при лечении COVID-19 на сегодняшний день должен быть основан на двух направлениях. Это, прежде всего, таргетная терапия, которая направлена на подавление вируса, создание специфического гипериммунного иммуноглобулина, разработку специфических антивирусных препаратов. Были большие надежды на ряд препаратов, однако, к сожалению, окончательные данные исследований не показали ожидаемой эффективности ни от файоперавира, ни от римдесевира, на которые возлагались огромные надежды в борьбе с COVID-19. Разработка вакцин, вы знаете, уже в мире с конца, с декабря прошлого года началась активная вакцинация против COVID-19. Также следующим направлением терапии пациентов с COVID-19 это терапия патогенетическая, направленная против потенциально летальных механизмов, имеющих место в ходе болезни. Прямая иммуносупрессия для ряда пациентов использования того же Тоцелизумаба или Актемры. Разноречивые данные разных специалистов, разных исследований одни видят эффективность использования Тоцелизумаба, другие специалисты или исследования не видят преимущества использования Тоцелизумаба. Исследования продолжаются, я думаю, что так быстро мы не сможем найти эффект, доказать эффект или неэффективность данного препарата, но опыт в мире накоплен уже довольно большое использование Тоцелизумаба. Противовоспалительная терапия кортикостероиды, использование высоких доз кортикостероидов, так называемая пульс-терапия в качестве иммуносупрессивной терапии. Также следующее направление это иммуномодулирующая терапия, использование препарата внутривенного иммуноглобулина в высоких дозах. И действительно, в Украине исследование закончилось с довольно небольшой выборкой, предоставлю результаты коротенько этого исследования. В мире зарегистрировано несколько исследований, целью которых является изучение эффективности использования высоких доз внутривенного иммуноглобулина. Если говорить об исследовании, которое закончено в Украине, что по результатам данного исследования позволили включить в протокол использование препарата иммуноглобулина G как дополнительной терапии, не как базовой, как дополнительной терапии у пациентов с тяжелым и критическим течением COVID-19, это иммуноглобулин G, высокие курсовые дозы 1,6-2 грамма на килограмм массы тела с целью подавления аутоиммунного воспаления через комбинированное воздействие на различные звенья иммунной системы. Оценка маркеров цитокинового шторма, оценка выжираемости 20-дневная, 76 пациентов, включенные 66 пациентов были рандомизированы и основной вывод исследования показывает, что эффективность препарата иммуноглобулина G в высоких дозах, по первичной перемене, достижение улучшения состояния и по вторичным переменам нормализация лимфопении, снижение летальности. В мире исследования продолжаются, надеюсь, наше исследование в ближайшее время будет опубликовано в одном из ведущих мировых изданий. Следующее направление, ну таких направлений, наверное, еще теоретически может быть очень много, и следующее направление – это препараты Дравон, японская молекула. Несколько десятилетий Дравон используется и включен в протоколы лечения ОРДС в Японии. Препарат используется для лечения пациентов с ишемическим инсультом. Основные эффекты Эдобарона – это снижение системного воспаления, угнетение и освобождение провоспалительных цитокинов, уменьшение так называемого тлеющего воспаления. Эдобарон позволяет нейтрализовать агрессивные свободные радикалы, за счет чего приводит к снижению активации микроглии астроцитов, а также имеет протективное действие на эндотелий от повреждения и усиливает адгезивные контакты эндотелия. Целый ряд публикаций японских исследователей показывает возможность использования, эффективность использования Эдоровона у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом Эдоворон ингибирует повышенную проницаемость эндотелий отцитов микроциркуляторного русла, вызванную цитокинами, а в экспериментальных исследованиях было показано, что Эдоровон способен предотвращать развитие повышенной проницаемости эндотелий отцитов микроциркуляторного русла легких, вызванную провоспалительными цитокинами. Здесь вы видите небольшую часть публикаций, которые дают теоретическое обоснование возможностей использования Эдоровона у пациентов с цитокиновым штормом. И такое многоцентровое исследование началось уже в двух отделениях интенсивной терапии ковидных госпиталей города Киева. Пока мы, к сожалению, не можем представить даже предварительные результаты исследования, но несколько пациентов, включенных в исследование, использование Эдоровона показывает уже через 2-3 дня существенное достоверное снижение уровня интерлекина-6 и цирреактивного протеина. Действительно, на сегодняшний день остается огромное количество вопросов, огромное количество препаратов с неподтвержденным эффектом с точки зрения доказательной медицины. Я уверен, что последующие спикеры в своих докладах частично, а может быть и полностью смогут раскрыть позитивные эффекты тех или иных препаратов. Это касается и ремдесевира, и фолипиравира. Возлагались огромные надежды на ремдесевир. Это результаты промежуточного исследования, показали его высокую эффективность и снижение летальности. Результаты окончательного исследования, к сожалению, не настолько оптимистичны, и Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать ремдесевир для пациентов с COVID-19. Плазма реконвалисцентов. Также огромные надежды были на использование плазмы реконвалисцентов. Спорные данные на сегодняшний день. Многие развитые страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки проводят забор плазмы в качестве клин-исследований, используют препараты плазмы реконвалисцентов. Иммуноглобулин G, о чем мы уже говорили, продолжаются клинические исследования. Специфические иммуноглобулин G от реконвалисцентов. Автоцеллюзумаб, оксид азота. Я думаю, что академик Чучалин в своем докладе остановится на эффективности использования оксида азота. Мы имели возможность смотреть трансляции лекции академика Чучалина по теоретическому обоснованию эффективности данного препарата у пациентов с COVID-19. Высокие дозы глюкокортикостероидов с целью иммуносупрессивной терапии. Также проводятся исследования во всем мире. Использование дисферала для снижения уровня ферритина, который четко коррелирует с уровнем летальности у пациентов с COVID-19. Все это вопросы, на которые мы еще не имеем однозначных ответов с точки зрения доказательной медицины. Но хочется верить и верю в то, что в ближайшее время, в ближайшем будущем мы сможем дать ответы на много-много вопросов, которые поставил перед нами COVID-19. И сможем эффективнее и лучше лечить наших пациентов. Спасибо, уважаемые коллеги. И с большим удовольствием буду ждать вопросов и отвечать на ваши вопросы. Как часто нужно менять положение больному, который находится в пронпозиции, на неинвазивной кислородной поддержке? Спасибо за ответ. Замечательный вопрос. Почему замечательный вопрос? Потому что в первоначальных рекомендациях ВОЗ было написано, что положение пронпозиции должно быть 16 часов в сутки. Но не расшифровано, что положение нужно менять каждые 3-4 часа. Длительное хождение пронпозиции может привести к осложнениям, вплоть до слепоты описаны и такие осложнения. То есть смена положения тела, бока, живот, живот, бока каждые 3-4 часа. Я не услышал начала вопроса, но догадываюсь. Кибиотиков не следует стартовать при лабораторном подтверждении бактериальной инфекции. Очень длительный может быть ответ на этот вопрос. Все четко прописано в протоколе. Старт антибактериальной терапии, еще раз повторюсь, лабораторное подтверждение наличия бактериальной коинфекции раз, а выбор антибактериальных препаратов зависит исключительно от места коинфекции. Не госпитальная, госпитальная. Исходя из этого, четко в протоколе описаны антибактериальные препараты. Если это позднее присоединение, через 5-7 дней от момента нахождения в отделении интенсивной терапии или стационаре, то, естественно, учитывать профиль микробных того отделения, где присоединилась бактериальная инфекция. Препараты, группы препаратов расписаны в протоколе. Александр Ильич, с Вашего позволения, еще несколько вопросов, потому что вопросов действительно много. Тактика семейного врача, если у больного после выписки из стационара ситуация в лежачем положении ниже 90? По-хорошему, такой пациент не должен выписываться. Если такой пациент выписывается, то необходима возможность обеспечения оксигенотерапии в домашних условиях, то есть на литературе концентратора. Действительно, довольно часто мы выписываем пациентов домой с сатурацией без кислорода ниже 90, но с наличием концентратора. Есть целый ряд волонтерских организаций, которые дают бесплатно концентраторы. Как правило, пациенты, которые выписываются с таким пограничным уровнем сатурации, требуют оксигенотерапии в домашних условиях непостоянное время от времени от нескольких дней до 2-2,5 месяцев. То есть в данном случае необходима оксигенотерапия, смена положения тела. Если сатурация меньше 90, то все-таки либо концентратор, либо госпитализация в реабилитационное отделение с наличием кислорода. Я думаю, это рутинная манипуляция. Если говорить о нашем отделении, то все пациенты имеют центральный венозный катетер. Никто не запрещает. Если мы говорим о тяжелом или крайне тяжелом пациенте отделения интенсивной терапии, то очень тяжело представить себе введение такого пациента без центрального венозного катетера. Я не думаю, что в протокол необходимо прописывать, что пациентам тяжелым нужно ставить центральный венозный катетер. Это, по-моему, и так понятно. Какие лабораторные показатели и как долго отслеживать при COVID и пост-COVID этап? Рутинные лабораторные показатели, маркеры воспаления. Но, опять-таки, мне кажется, что очень тяжело назвать какие-то стандартные лабораторные показатели, динамику их мониторинга у всех пациентов. То есть здесь нужно подходить к каждому пациенту конкретно, исходя из тяжести течения заболевания. Нет каких-то четких нормативов через день делать тот-то-то анализ. Длительность применения ревороксабана в послестационарном лечении? У пациентов, имеющих высокий риск венозного тромбоэмболизма после перевода на амбулаторный этап, согласно протоколу, длительность тромбопрофилактики составляет 4-6 недель. Ревороксабан не входит в протоколы, хотя используется очень широко. В протоколы входят низкомолекулярные гепарины. Ну, видим мы эффективность использования ревороксабана, хотя это не протокольное назначение, может быть, комфортнее для пациентов. Я думаю, длительность такая же при сохраняющемся высоком риске венозного тромбоэмболизма 4-6 недель. Вопрос, какие максимальные суточные дозы ГКС назначаете в своем отделении? В своем отделении мы пациенты ведем по протоколу 8 мг дексаметазона. У ряда пациентов более высокие дозы, но это крайне редко, скорее, это как исключение, не продолжительно пульс-терапия до 3 дней. Какого-то разительного эффекта мы от этого не видели, поэтому это такие исключения из правил. Вопрос, какой уровень сатурации оптимальный на концентраторе, это неинвазивная оксигенация? Не имеет значения концентратор, неинвазивная вентиляция. Сатурация должна быть не ниже 92%. Это целевые показатели для взрослого пациента. Тут такой еще вопрос. Как называется Эдеровон в Украине? Саврон. Применяли ли вы антифиброзные препараты? Если да, то какие? Антифиброзные препараты, сложно вообще выделить такую группу. Ранее пульмонологи считали эффективным использование гормонов, ингаляционных гормонов с целью профилактики фиброза. На сегодняшний день, если обратиться к позициям доказательной медицины, то дожина из убрал гормоны, как таковые с целью предотвращения фиброза, поскольку они являются неэффективными. Может быть, коллеги-пульмонологи добавят или дополнят, но, к сожалению, мне не удалось найти в доступной литературе эффективных препаратов для предотвращения фиброза. То, что мы видели у пациентов с гриппом AH1N1, вот те вот фиброзные изменения на компьютерной томограмме, они исчезают спустя 6-9 месяцев после реконвалисценции. То же самое мы видим у большого количества пациентов с COVID-19, выраженные изменения, сохраняющиеся 3-4 месяца, затем они существенно регрессируют вплоть до нормализации электрической ткани на КТ без использования каких-то специфических препаратов для предотвращения фиброза. Я единственное могу сказать нашим зрителям, что вы можете задавать вопросы абсолютно всем нашим спикерам, по возможности, естественно, они будут отвечать. Единственное, я все-таки как пациент буду спрашивать, я не врач профильного образования, у меня нету для профилактики, вот таким вот обывателям будем говорить, как я, для профилактики, чтобы не заразиться COVID-19, какие препараты лично вы рекомендуете и используете? Для профилактики COVID-19 я лично рекомендую не использовать, не находиться в местах массового скопления людей, часто обрабатывать руки и носить медицинскую маску, пребывая в местах скопления людей. Нет ни одного препарата или там препаратов с достаточной докладательной базой, которые бы позволили предотвратить или профилактировать развитие COVID-19. Спасибо вам огромнейшее за то, что вы сегодня вместе с нами. Сергей Александрович Дубров был на связи. Большое спасибо за консультацию, большое спасибо за ответы, потому что вопросов действительно очень много, и я очень надеюсь, что все зрители, которые вопросы задавали, получили профессиональные ответы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!